В начале 20 века на западе Соединенных Штатов Америки в районе скалистых гор были отмечены смертельные исходы от неизвестного лихорадочного заболевания. Правительство Соединенных Штатов направило в этот район талантливого микробиолога Говарда Тейлора Рикетса. Ему удалось установить, что причиной болезни были неописанные ранее микроорганизмы, которые были названы в его честь и кетсиями. Заболевание характеризовалось пятнистой сыпью на туловище и конечностях больного. Рикетсии Это были самые мелкие бактерии, которые можно увидеть при максимальном увеличении светового микроскопа. Выделяют коковидные, палочковидные и нитевидные формы рикетсии. Тонкое строение рикетсии типично для бактерий и его можно различить только на срезах в электронном микроскопе. Рикетсии Рикетсии облигатные внутриклеточные паразиты, то есть они способны размножаться только внутри клетки эукариот. Рикетсии В результате внутриклеточного облигатного паразитизма рикетсии в природе размножаются только в организме животных и кровососущих членистоногих. В лабораторных условиях рикетсии культивируют в организме лабораторных животных, в клеточных культурах, которые поддерживаются в специальных питательных средах. Наиболее распространенный метод культивирования рикетсии в куриных эмбрионах. Заражение эмбриона производят в стерильных условиях. Предварительно обеззараживается поверхность яйца йодом и спиртом. КОНЕЦ В результате заражения небольшими дозами рикетсии обильно размножаются в желточном мешке куриного эмбриона. После инкубирования эмбрионов при температуре 34-35 градусов Цельсия обычно на 5-7 день также стерильно производят вскрытие эмбриона и извлечение желточного мешка с рикетсиями. В мазке из желточного мешка куриного эмбриона в световом микроскопе можно наблюдать обильное размножение рикетсии. Они также хорошо размножаются и в культуре клеток. Рикетсии проникают в клетку хозяина в результате обоюдного взаимодействия, активного прилипания к клетке и фагоцитоза клеткой хозяина. После проникновения в клетку рикетсии размножаются бинарным делением. Процесс бинарного деления хорошо виден при помощи сейтраферной киносъемки. Большое число видов рикетсии обычно локализуется в цитоплазме. Некоторые проникают в ядро клетки. Время регенерации рикетсии провазока возбудителя цепного тифа 9 часов. В результате обильного размножения, до одной и более тысячи рикетсии в клетке наступает гибель клетки. Обильное размножение рикетсии в клетке приводит к их высвобождению, выходу в межклеточное пространство и заражению новых клеток. С помощью сейтраферной киносъемки профессор Илья Николаевич Кокорин впервые обнаружил движение рикетсии в клетке, хотя они не имеют специальных органелл для движения. Удается наблюдать активное движение рикетсии, пронзающих цитоплазму и ядро клетки. Механизм движения остается неясным. В природных условиях естественным источником и переносчиком рикетсии являются кровососущие членистоногие. Иксодовые клещи, переносчики клещевого сыпного тифа, питаясь на теплокровных животных, поддерживают циркуляцию рикетсии в природных очагах. Человек, попадая в природный очаг, становится случайной жертвой инфицированного клеща и заболевает клещевым рикетсиозом. На месте присасывания инфицированного клеща образуется первичный аффект, входные ворота инфекции. Еще одним опасным рикетсиозом является эпидемический сыпной тиф. Его переносчик – плотиная ложь. Источник инфекции – больной человек. Ложь, заражаясь при кровососании, покидает лихорадящего больного и в поисках нового прокормителя заражает здорового человека. Пшивость стала глобальным явлением и поражает людей разного пола, возраста, профессий. Благодаря высоким адаптационным особенностям ВОЖ в течение многих веков переносит возбудителя сыпного тифа, унося миллионы жизней. Еще один рикетсиоз – лихорадка Ку, очаги которой в природе поддерживаются иксодовыми клещами. Основной источник инфекции – домашнее животное. У коров, например, возбудитель выделяется с фекалиями, мочой, молоком. Путь передачи – аэрогенный. Болеют люди, связанные с уходом за животными или контактирующие с их инфицированными экскрементами и экскретами. Возбудитель сохраняется недели и месяцы в высохших фекалиях и моче животных. В системе бактерий патогенные рикетси выделены в семейство и подсемейство – трибу, представлены тремя родами. В настоящее время описано 11 заболеваний, вызываемых рикетсиями – рикетсиозов, среди которых в нашей стране наибольшую опасность представляют эпидемический сыпной ТИФ и болезнь Брилля-Цинсера, клещевой сыпной ТИФ и лихорадка Ку. Брилля-Цинсера, клещевой сыпной ТИФ и лихорадка Ку. Брилля-Цинсера, клещевой сыпной ТИФ и лихорадка Ку. Изучение биологических свойств рикетсий, совершенствование способов их культивирования стало основой приготовления диагностических препаратов. Наиболее специфичны препараты из высокоочищенных рикетсий. Очистка контролируется под электронным микроскопом. Эти препараты используются для постановки чувствительного и специфичного метода диагностики иммуноферментного. Постановка иммуноферментного метода и чтение его результатов максимально автоматизированы и исключают субъективность. Изучение рикетсий и рикетсиозов ведется во многих лабораториях мира и курируется Всемирной организацией здравоохранения. Ее центры по изучению рикетсий имеются в Японии, Советском Союзе, Чехословакии, Франции, Соединенных Штатах Америки. В нашей стране работает ряд рикетсиозных лабораторий. О рикетсиях и рикетсиозах написаны книги на многих языках. В нашей стране основоположником учения о рикетсиях был академик Павел Феликсович Сдрадовский. В Соединенных Штатах в лаборатории, основанной еще рикетсом, работали ученые Паркер, Бургдорфер, Филипп. Илья Николаевич Кокорин, ученик академика Сдрадовского, получил уникальные микросъемки из жизни рикетсий, которые мы видели в этом фильме. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok